В Самаре откроют областную лабораторию, в которой будут исследовать кровь на ВИЧ. Область на протяжении нескольких лет остается наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией регионом. Ежедневно в России регистрируется более 100 случаев заражения. Накануне дня борьбы со СПИДом Минздрав предупреждает, без мер предосторожности любой может оказаться под угрозой. Здесь на Запорожской комплектовывают клиника-диагностическую лабораторию. Все от того, что принимать ВИЧ-пациентов негде. Но потока больных не будет. Из корпуса, который базируется на Льва Толстого, переедет только медперсонал. Тем самым освободится место для больных. В лабораторию будут привозить пробирки с кровью со всего региона на исследование. Также рассматривается вопрос о переезде в здание на Запорожской администрации учреждения. Вторая функция вот этого здания, она будет определяться тем, что медицинский склад лекарственных препаратов и расходных материалов, он тоже должен быть централизованный. И оттуда будут поставляться медицинские препараты, если надо, в лечебные учреждения. Болезнь изгоев четкий штамп в сознании общества. В то же время, не соблюдая элементарные меры предосторожности, любой человек может оказаться под угрозой заражения. По состоянию на 1 ноября 2012 года в Российской Федерации проживает 617 тысяч ВИЧ-инфицированных. За 10 месяцев 2012 года было выявлено 62 865. Сухая статистика, пугающие цифры в пересчете на жизни. Сегодня есть все необходимые медикаменты для того, чтобы с доказанной эффективностью обеспечивать жизнь пациентов без вторичных болезней и с той продолжительностью, которая возможна без инфекции ВИЧ. Самое ужасное, отмечают врачи, не физическая болезнь отдельно взятого человека, а болезненное отношение к нему со стороны общества. Татьяна Пудова, Дмитрий Алатырцев, Новости губерния.